Утро от первого, мы на месте. Тринанс, здорово, то выключили эту сколу поезда. Изов принят, уезжаем. В прямом эфире программа «Эксен и вызов» о последних событиях к этому часу. Я Шакир Умаров, здравствуйте. 28-летний мужчина разгуливал по Шимкенту с пакетом ножей. Его задержали возле магазина «Имран». После того, как полицейским обратились несовершеннолетние, девочки заявили, что играли за магазином. В какой-то момент к ним подошел подозрительный мужчина и начал угрожать ножом. На место направили полицейских. Мужчина вел себя неадекватно, его пришлось срезать. К нам обратились трое несовершеннолетних и заявили, что мужчины европейской национальности угрожают им ножом. Туда направили полк патрульной полиции. По словам задержанного, он угрожал детям, потому что те якобы припарковали машину рядом с его гаражом. А почему ты на них кричал? Потому что вы припарковались перед нашим гаражом, и я не мог туда войти. Мужчину доставили в альфа-рабийское рода. По его словам, нас же он носил как инструменты. Вообще-то у меня это исключительно как инструменты. А он с меня с собой доводит? Я их использую как инструменты. Сотрудники полиции выяснили, что молодой человек состоит на учете в психиатрической больнице. Как он оказался на улице, неизвестно. Из отдела полиции задержанного увезли сотрудники в белых халатах. Эту видеозапись в редакцию программы «Экстренный вызов» прислали жители многоэтажных домов по проспекту Республики. Жители Шимкента жалуются, что ночью под их домами шумно. Свои услуги на перебой предлагают девушки легкого поведения. Ходят группами по 10-15 человек. Среди них, по словам очевидцев, есть и сутюнеры. Местные жители жалуются на бездействие полиции и просят принять меры. Двухлетний ребенок пропал в микроволене Туран в Шимкенте. По словам мамы, малыша его старший сын выбежал на проезжую часть. Она побежала за ним, в этот момент потерялся младший. На поиски малыша вышли сотрудники полиции 5-й роты. Участковые, а также сотрудники ювенальной полиции. Ребенка нашли спустя полчаса во дворе другого дома. Он сидел возле магазина. Сотрудники полиции просят родителей быть внимательными и не оставлять детей без присмотра. Свыше 600 кустов конопли обнаружено во дворе дома жителя Шимкента. Сотрудники управления по противодействию наркопреступности выявили местного жителя, незаконно выращивающего коноплю. У 57-летнего мужчины изъято 636 кустов наркотического растения. Общим весом 47,5 килограммов. Проводится досудебное расследование. Подозреваемый ранее был судим за совершение аналогичного преступления. Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в разбойном нападении. Дежурная часть поступила сообщение из больницы, что к ним доставили женщину с ножевым ранением. Оказалось, что в дом к женщине проник неизвестный, где нанес ножевое ранение и похитил шумку с деньгами. Сумма ущерба составила около 4 миллионов тенге. Полицейские провели подворный обход близлежащих территорий и изучили камеры видеонаблюдения. На одной из видеокамер оперативники заметили подозрительного мужчину, скрывшегося с места преступления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Туркестанской области задержали подозреваемого в городе Нур-Султан. Им оказался житель Царакаша, которого доставили в отдел полиции. При обыске молодого человека изъяли честь похищенных денег и другие вещественные доказательства. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статьям «Разбой» и «Покушение на убийство», подозреваемый арестован. В Туркестанской области за 7 месяцев прошлого года зарегистрировано 254 факта мошенничества, а в этом уже 261. Среди них раскрыт 141 в случае интернет-мошенничества. Из всех видов совершенных преступлений, подавляющее большинство составляют такие, как оформление кредитов на чужое имя. Обещание трудоустройства, выдача различных государственных пособий. Полицейские Туркестанской области советуют гражданам быть осторожными. Не доверять малознакомым людям, предлагающих сомнительные услуги по трудоустройству, на работу, получение какой-либо социальной материальной помощи или кредита в банке. Двух пьяных водителей задержали туркестанские полицейские. Сотрудники Ардабасинского отдела полиции в ходе патрулирования остановили автомобиль, водитель которого не пристегнул ремень безопасности. При проверке документов полицейские заподозрили у водителя при знаке алкогольного опьянения. По результатам медицинского освидетельства не установлено, что водитель находился за рулем в нетризмом состоянии. В отношении мужчины возбудили дело. Решением Ардабасинского районного суда водителю назначили 15 суток административного ареста и лишили права управления автомобилем сроком на 7 лет. Стражи порядка остановили еще одну автомашину. За рулем оказался житель Шемкента. Водитель без прав управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Его также осудили. На сегодня это все. Стать соавтором самой рейтинговой программы «Экстренный вызов» может каждый. Вы очевидц громкого происшествия, скандального или криминального инцидента. Вы столкнулись с произволом или равнодушием полицейских. Вы увидели что-то неожиданное и резонансное. Вам есть что рассказать и чем поделиться. Пишите, отправляйте фото и видео на WhatsApp номер редакции. Плюс 7 701 730 5753. Экстренный вызов обязательно поможет. Мы на связи 24 часа. Утром первым. Мы на месте. Ты надо заработал вручили в эту сколу поезды. Мы запринят. Уезжаем.